Пожары на длинных выходных унесли жизни восьми человек на Могилевщине и сделали бестселлером в интернет-пабликах «Черный дым» над областным центром. Шесть человек сгорели в Кричеве, еще два в Круглянском районе. Цепочка выпил, закурил, заснул, сгорел – страшна по-прежнему. Но и старые покрышки на регенераторном заводе горят уже в третий раз за последние десяток лет. И каждый такой пожар требует больших сил и средств МЧС, а также наносит ущерб экологии Могилева. С подробностями Наталья Ильинич. За последние десять лет склад резиновых покрышек на территории бывшего регенераторного завода горел три раза. В 2008, в 2015 и сейчас в 2017. Причина этих возгораний одна и та же – неосторожность при обращении с огнем посторонних лиц. Мы будем пытаться установить, кроме того, что непосредственно виновника вот этого инцидента, так и определить вред, который причинен окружающей среде, вот этим, будем так говорить, несанкционированным выбросом загрязняющих веществ в атмосферу. Повлиял ли этот пожар на загрязнение атмосферы? Это интересует жителей города. На понтах наблюдения, расположенных в различных районах города, в районах улицы Каштановой, Первомайской, Челюскинцев, проспекта Шмидта, железнодорожного вокзала, концентрации загрязняющих веществ не превышали установленных гигиенических нормативов качества. Но в эпицентре возгорания, говорят специалисты, превышение содержания вредных ядовитых веществ превышало норму. Однако уже в километре от факела воздух был в норме. Помогли дождь и ветер. Самыми тяжелыми последствиями отгорения резины, говорят специалисты, были в 2008-м. Тогда превышение допустимых концентраций ядовитых веществ в воздухе были зафиксированы в ряде районов города. И уже тогда стоял вопрос, что делать с этим складом покрышек, на котором резина хранится десятки лет. За мамой спиной троллейбусный пар в предприятии Донатон. И вот он, тот самый склад резинотехнических изделий. Территория склада не огорожена забором, хотя он когда-то был, видать, это его остатки. Минерализованная полоса все-таки есть. Видно протоптанные тропы, люди здесь ходят, значит, проникнуть на территорию этого склада может любой желающий. Городские власти в этом году обещают закончить ограждение периметра, но это лишь профилактическая мера. Другой вопрос, что делать с отходами дальше? Здесь вопрос экономической целесообразности, поиск инвестора, который займется переработкой этих резиносодержащих отходов, либо же их утилизация, их захоронение где-то. Объем отходов порядка 75 тысяч кубических метров. Еще хуже, когда пожары связаны не только с материальным уроном, но и с жизнями людей. В Кричевском доме в прошлые выходные сгорели шесть человек. Предварительно причиной трагедии стала непотушенная сигарета. Они ничем не занимались. Мать пенсию получала, вот купили и все. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Статья «Причинение смерти по неосторожности». Вот только привлекать к ответственности некого. Фигуранты дела остались в огне. От этого пожара пострадали и соседи-погорельцев, многодетная семья. Им на помощь пришли местные власти и предприниматели. Заменили часть сгоревшей кровли, обещали привезти новую одежду и обувь. Прежний гардероб пострадал во время пожара.